Hi, welcome back to my channel. Меня зовут Кирилл, и вы смотрите Кирилл's English. В сегодняшнем видео я научу вас, как правильно произношение окончания ing, или, как в России говорят, инговое. Итак, существует три произношения окончания ing. Первое – это когда вы говорите звук и, например, doing, eating, thinking. Растягивая уголки вашего рта. Например, в таком вопросе как what are you doing? Что вы делаете? Или how's it going? В таких случаях это считается идеальным произношением. И, как правило, такое произношение характерно для людей, которые изучают английский язык. Потому что в книжках прописывается такое произношение. Если вы транскрипцию посмотрите, там всегда будет написан вот такой звук и. Второе произношение – это когда вы произносите вместо звука и звук и. При этом уголки вашего рта не растягиваются. Такой же звук, например, произносится в слове in. Такое произношение тоже имеет место быть и довольно-таки распространено. И, наконец, третье и самое часто встречающееся произношение, по крайней мере, на западном побережье, так называемом West Coast, это когда вы произносите ing через звук schwa. То есть глагол doing превратится doing. Thinking. Seeing. Drinking. Going. Известная всем фраза «Как у вас дела?» How's it going? How's it going? Вот такие три произношения существуют. То есть вы можете себе выбрать любое. Если вы живете в США или собираетесь сюда переезжать, то лучше для вас будет, если вы stick to вариант, который наиболее популярен. То есть это последнее через звук schwa. Но, тем не менее, любой вариант выберите для себя, ошибка не будет произносить. Итак, давайте разберемся. А как же произносить вот этот звук «м»? Первое, о чем я забыл упомянуть, это то, что если вы имеете глагол с окончанием ing, и это слово стоит последним в предложении, либо перед любым другим словом, которое начинается на согласный звук, то звук «г» тут не нужно произносить. То есть он выпадает. Вы можете его прямо зачеркивать. Doing. Thinking. Eating. Ошибка будет сказать doing. Eating. Также будет ошибкой произносить глухой звук «к». Например, how's it going? Это считается ненормальным произношением, отличным от того, как говорят носители языка. Итак, как же произносится такой звук? Прежде всего, запомните, что звук «н» и «н» – два разных звука. То есть они даже графически в транскрипции, в международном алфавите фонетическом рисуются. И когда вы произносите звук «н», как по-русски мы говорим «н», то кончик вашего языка находится на альвеолах. То есть позади верхних зубов есть бугорки, вот там ваш язык «н», как в слове «нос» по-русски. Например, давайте сравним, как мы произносим два слова. Слово «банк» по-английски и по-русски. Когда я говорю по-русски, у меня язык становится автоматически на альвеолы. «Банк». И дальше я перехожу к горловому звуку «к». «Банк». Когда я говорю слово «банк» по-английски, я говорю широкий звук «э». И так как при произнесении широкого звука «э» задняя стенка вашего языка поднимается наверх, это удобно, потому что там есть кластер «нк». И такое же произношение мне нужно сделать. То есть «бэнк». То есть язык, собственно, никуда не двигается, и это очень удобно. То есть он у вас не у альвеол. Также запомните, что не только «нг» может быть. Любое другое сочетание букв «нг» звуков, вернее. То есть букв «нг», да? Или «нг», «к», «нс», «нг», «к» у вас будет произноситься тоже по этому же принципу. То есть когда у вас после звука «нг», если любой другой звук, горловой, звонкий или глухой, неважно, вы произносить будете именно его по такому принципу. То есть вы поднимаете заднюю стенку вашего языка к нёбу и получаете, создаете тем самым преграду для прохождения воздуха. И ваш воздух вместо того, чтобы выходить через рот, будет выходить через нос. Например, если вы просто изолированно скажете этот звук «нг», 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 вы можете вот так поиграться. Я помню с пятого класса упражнение там учительница ещё говорила «сделать такой звук». У меня проблем не было, вот мне повезло. У многих были проблемы с произношением этого звука. И просто вот так потренироваться. Просто один звук без каких-либо других звуков. «нг», 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 «нг». Потом можете взять любое слово «doing», «doing» с окончанием «нг». Если не хотите брать окончание «нг», потому что много очень других слов, можете взять любые слова, например, «анкл», «анкл», «анкл». Почему нужно произносить именно «в горле», потому что, смотрите, вы говорите «нг», ваш язык находится именно там, далеко. Не в передней части ротовой полости, не посередине, а далеко сзади. И звук «к» тоже горловой, то есть он там же расположен. Вам языком двигать совершенно не нужно. И так удобнее говорить «анкл». Например, слово «пьяный», «drunk», «drunk». Видите, здесь словосочетание звука «нг» и горлового глухого звука «к». Такой же звук, как и при «ang-жи». Из известных слов, например, young, young, she's young, она молодая, young, zinc, это элемент химический цинк, zinc, zinc. Также, когда вы все говорите слово спасибо, thank или thanks, thank you, то же самое происходит звук м, thanks, thank you. В слове язык, собственно, когда мы говорим tongue, глагол bring, bring, приносить, bring, прилагательная длины, long, long, глагол sing, петь, sing, sing. Сравните два глагола, грешить или грех, существительное, да, sin, sin, когда вы произносите звук н, ставя кончик языка на альвеолы, sin. И глагол петь, sing, sing, когда у вас язык находится в горле. Почему я заостряю ваше внимание на двух этих словах, я помню, мне носитель языка, друг мой, исправил меня, он даже надо мной посмеялся, когда я говорил singing и сказал singing, он говорил, в смысле singing, singing, наверное, я говорю, да. Поэтому это очень важно, такие слова играют и такое произношение смыслоразличительную функцию, поэтому, чтобы вот таких вопросов, подколов ваш адрес не было, произносите их правильно. Также прилагательная strong, strong, качаться, swing или качели, swings, junk, существительная длина, length, length. То есть таких слов на самом деле очень много, вам стоит лишь запомнить, что n-k, n-g, n-i, i-n-g, вот это именно тот момент, когда будет работать такое произношение. Вы, наверное, спросите, окей, хорошо, а что делать со словами, когда у вас есть, например, окончание ing или i-n-k, и идет слово, которое начинается на гласный звук, их нужно соединить. Давайте рассмотрим это все на примере слова long. Мы возьмем его значение глагольное, очень сильно тосковать, хотеть что-то, ностальгировать, long. И сделаем инговое окончание. Longing, longing, то есть если вы услышите, g нигде не выпадает, оно произносится вот именно потому, что гласный звук longing. Также если мы возьмем глагол sing, когда я говорю sing, я не говорю sing, я говорю sing. Но как только вы сделаете ing, я сейчас, например, пою, I'm singing. Вас кто-то спрашивает, например, по телефону звоняет, привет, что делаешь? Пою, в душе стою. Singing, singing. Но, если вы слушаете, например, рэп-музыку или любую другую молодежную, такую, знаете, гетто-музыку, то вы можете, кстати, услышать произношение окончания ing через звук м. Я иногда говорю what are you doing, когда очень злой, разозленный, what are you doing? И это происходит само собой, ставя язык на альвеолы. То есть это не стандартный язык. Я вам даже не рекомендую приучаться произносить и говорить так, потому что большинство людей так просто не говорят. То, что вы слышите в песнях, опять же, я много раз повторял и повторю еще раз, не является стандартным языком. Для ритма, для какого-то эмоционального окраса или супер какого-то гетто-оттенка люди меняют свой акцент. Или, например, они относятся к какой-то субкультуре или какой-то национальности. То есть им говорить можно. Нормальным белым людям нужно, как говорится, stick to standard English и использовать язык большинства. Так, я надеюсь, вам данное видео понравилось. Пишите свои комментарии. Слышимся на следующей неделе. Всем пока.